Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 111. Это, как и другие наши лекции, записываются в Московском Средневском монастыре, редакция портала экзегет.ру. Псалом 111. Псалом ведет речь о благословениях человеку, который боится Господа. По жанру этот псалом можно отнести к литературе мудрости. По форме акро-стиха он похож на предыдущий, 110-й псалом, а по своему назначению на самый первый псалом Псалтыри. Акро-стих – это не поэзия звуков, это поэзия текста. Это надо видеть, а не слышать. Вот эти алиф, бейт, гемельт, далит – эти буквы. Итак, примерно так оно могло бы выглядеть. «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие богатства в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце Его твердо упывая на Господа. Утверждено сердце Его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил и раздал нищим. Правда Его пребывает вовеки. Рог Его вознесется во славе. Нечестиво увидит это и будет досадовать. Заскрежещит зубами своими и стает. Желание нечестивых погибнет». Вот, пожалуйста, 22 строки. Оба текста, первый и 111-й, начинаются со слов «блажен муж», ашрейгаиш, и заканчиваются указанием, что путь нечестивых погибнет. Описание Бога в 110-м псалме и блаженного мужа в 111-м имеет явное сходство. Благочестивый человек из 111-го псалма является как бы зеркалом тех качеств Бога, которые описаны в предыдущем тексте. Благ и милосерд. Правда Его пребывает вовек. Эти атрибуты Бога из 110-го переходят на человека в 111-м псалме. Такой благочестивый мужчина, тем не менее, похож на добродетельную жену из книги «Притч». Как и в предыдущем псалме, каждый смысловой фрагмент 111-го последовательно начинается с одной из 20 букв еврейского алфавита. Такая организация текста говорит о его сохранности, а следовательно о полном раскрытии темы в задумке автора. Рассмотрим последовательно стихи данного псалма. Псалм начинается с благословения мудрого человека, который боится Бога. Если для первого псалма блаженным становится человек, который день и ночь размышляет о законе Божьем, то в 111-м псалме боящийся Господа крепко любит заповеди Его. Такой человек получает удовольствие от размышления и исполнения заповедей Божьих, поскольку Его закон – Его воля, а Его воля – желание блага для народа. Бог создал мир, чтобы человек вкусил от обилия и богатств даров природы, и после этого прославил своего Творца. У боящегося Господа нет страха перед опасностями или непредвиденными ситуациями, ибо Он осознает, что все в руках Божьих, а Бог желает Ему только блага. На протяжении псалма в таком боящемся Господа мужа мы узнаем человека трудолюбивого и милосердного. В этом он похож на боящуюся Господа жену из книги «Притч», которая удостаивается похвалы за свою добродетельность. Последующие стихи 2-й, 5-й показывают, в чем будет выражаться благословение Божие тем, кто благоговеет пред Ним. У боящихся Бога будет обилие земных благ и богатства, крепкая и влиятельная семья. Вот те два Божьих благословения – процветание и семья. Хотя слово «сильно» имеет военный оттенок, таким словом в Писании обозначали силачи с богатырской силой и храбростью. Однако в данном псалме речь идет не о физическом превосходстве мужа, а о его влиятельности. Сильным мог называться также царь в силу своего административного положения. А по книге Исаии даже младенец, предназначенным быть Мессией, называется крепким, сильным. Тем, кто будет слушаться голоса Господа и тщательно исполнять все заповеди Его, Бог обещал через Моисея такие благословения. «Благословен Ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева Твоего и плод земли Твоей, и плод скота Твоего, и плод волов Твоих, и плод овес Твоих. Благословенны житницы Твои и кладовые Твои. Благословен Ты при входе Твоем, и благословен Ты при выходе Твоем». «Род правых благословиться» означает, что потомки благочестивых людей будут благословлены и сильны на земле. Тремя словами «семя», «род», «дом» автор псалма подчеркивает, что дети благочестивого отца наследуют часть его благословений. Похожая ситуация произошла и к Закхеям. Начальник матерей Закхей пообещал Спасителю раздать половину имения нищим и вчетверо воздать всем, кого обидел. В ответ он услышал слова о благословении всего его дома, всей его семьи. «Ныне пришло спасение дому сему». «Праведник подобен свету во тьме, сияющей для других людей». Четвертый стих. «Свече, которую ставят на подсвечник, чтобы светилась всем в доме». Память о праведности боящихся Бога будет вечной. В этом они становятся подобны Богу, правда которого пребывает вовек. «Как Бог праведные люди милостивы и сострадательны. Добрые мужи не отказывают в помощи тем, кто в этом нуждается, как и Бог боящимся его раздает пищу. Добродетельная жена также длань свою открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». Хотя в псалме буквально сказано, что добрый человек дает нуждающемуся денег взаймы, но надо учитывать, что в ветхозаветной традиции на эти суммы проценты не начислялись. В следующих стихах автор псалма признает, что жизнь праведника не лишена искушений. Его может посещать чувство неуверенности в будущем, худая молва, зложелатели и враги, и, наконец, даже возможная бедность. Тем не менее, мудрый человек готов встретиться с этими испытаниями лицом к лицу. Он уверен в Боге, и поэтому его ноги не дрожат. Что он должен действительно бояться, так это прогневать Бога. А страх перед Богом не оставляет места для страха перед чем-либо или кем-либо еще. «Подобно благородной женщине из притч, праведник весело смотрит на будущее, точнее, смеется навстречу грядущим дням». Седьмой стих. Несмотря на то, что главным героем является человек, боящийся Бога, основная часть псалмана правильна на то, чтобы воспитать в нем бесстрашие и мужественность. В конечном итоге он одержит триумф. Его рог, образ власти и достоинства будет вознесен во славе. Таким образом, хотя завтрашний день сулит различные хлопоты, труды и искушения, в вечности праведника ожидает слава, поскольку жизнь свою он строит на правде, а правда, на которой основаны заповеди Божии, пребывает вовеки. Такой уверенный и целеустремленный взгляд в далекое будущее подводит нас к пониманию слов Иисуса Христа «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». «Довольно для каждого дня заботой своей». Злые люди живут в иллюзии, что они могут притеснять и эксплуатировать других в вечное. Они гоняются за материальной выгодой, превосходством и популярностью. Послание данного псалма говорит о том, что жизнь благочестивого человека должна строиться на совершенно ином фундаменте. Уверенность в Боге, следование Его заповедям, правдивость и щедрость. Видя, как Бог благословляет праведников, нечестивые будут скрежетать зубами. Однако в конечном итоге они, как снег, растают. Память о них канет в лету, а сами они окажутся там, где плач и скрежет зубов. В выражении «желание нечестивых погибнет» последний фрагментик из 111-го псалма мы можем увидеть, ну, как минимум, две-три реальности. Первое, как это бывает, когда зложелатель, он сгорает в своей собственной ненависти, не исполняя свое желание, вот как, знаете, как надутый такой пузырь, в конечном итоге он лопается, вот, от своего собственного гнева, как гнайник. То есть погибнет не будет реализовано, не будет, то есть он сдуется. Желание нечестивых погибнет, мы можем сказать, что оно будет пресечено, оно не реализуется. Он, допустим, всю жизнь собирался отомстить, но так и не успел. Там, не знаю, попал под машину, заболел, или просто дожил до глубокой старости, так и не отомстил. Ну, и много других таких уровней. То есть главное, что намерение нечестивого, вот тот, который скрежещет от зависти на то, как благословляет Бог праведника, оно так и не будет реализовано. Бог не попустит этому реализоваться. Конечно, за кадром стоит вопрос, который, конечно, в нашей стране он не обсуждается. Мы же с вами живем в стране смиренных людей. Санкции наступили, мы обеднели, Бога благодарим. Экономика разваливается, Бога благодарим. Оптимизация медицины и сферы образования, благодарим. Терпеливый у нас народ, славяне, да, вот такие они, молчаливые. А вот там, где-то за океаном, там уже давно бы уже поднялись бы какие-то ропоты и бунты. Потому что вот читает псалом человек и говорит так, вот раз Бог благословляет праведника богатством, равно процветанием, и семьей. Я тоже хочу. Хочу. Боже, вот я просчитал тебе 111-й псалом, вот я вот так и живу. Где? 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 И начинается много бунта. Господи, ну где? Ну ты же пообещал, давай, я готов. Так что тут вопрос еще такой интерпретации данного псалма. До сих пор ведь есть некоторые отечения и среди христианских теологов, которые проводят прямые параллели. Раз ты богат, значит это благословение Божие. Нельзя от богатства отказываться. Транжирить его понапрасну. Надо умножать. Это же дар Божий. Вот так вот. Это мы тут говорим о том, что вот был такой-то преподобный, богатый, раздал все нищим, ушел куда-нибудь в монастырь подвизаться и стал святым. Другой был таким подвижником. Вот. Но там говорят по-другому. Вот в этом православная аскетика отличается вот. Вот заокеанских толкований. Хотя с другой стороны, вот по должности я думаю, вот как хорошо было бы, чтобы был такой человек, который веровал в Бога, и Господь не сразу лишил его богатства. Вот не сразу, вот. Но не в один день. Ну почему же так получается, что только человек обратится к вере, как у него сразу начинаются проблемы с финансами. Тот банкир обанкотился, этот директор предприятия стал нищим. Ну, где же брать этих спонсоров? Вот ты ловишь этого закея, вот этого кающегося матеря, но он же так одномоментно все происходит. Вот где же это все батюшки бегают, как с очками, вот на рыбалке. Где же этот закей? Потому что это одноразовая удача такая. Один раз он раздаст пол имения нищим, а потом уже становится бедным и все. И потом приходит в храм и говорит с протянутой рукой, а теперь батюшка, ты мне помоги. Вот, но помогает он батюшке один раз, а потом 10 лет просит, а ты теперь батюшка, мне обратно верни. 111-й псалом описывает благочестивого человека так, что в его характере, поведении мы узнаем качество самого Бога. Описанный здесь блаженный муж, такого же, как и добродетельная жена из книги-притч. Следовательно, в библейских описаниях праведности человека нет разделения на мужеский пол или женский. Требование любить Бога для всех одно и то же. Апостол Павел, цитирую слова из 111-го псалма для своих собратьев в вере, чтобы очередной раз напомнить, что богатеющий в Бога человек неизменно является щедрым. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». В контексте данной цитаты из 2-го послания к Орифинам мы встречаем явную цитату из 111-го псалма. Но напоследок, чтобы вас отпустить в хорошем настроении, почитаю то, что может обрадовать не только, даже не столько мужчин, сколько женщин. Вот так. У нас они почему-то умоляются в этих мужских текстах и молитвах, которые написаны от мужского лица. Но Библия ни в коей мере не умаляет добродетельность женщины. Итак, книга-притч, 31 глава, 10-й и 31-й стихи. Я на них ссылался, но я хочу прочитать этот текст целиком, потому что для меня он очень значимый. Надеюсь, и для вас. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит он со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, и муж хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Прекрасный отрывок. Прекрасный отрывок о хозяйке, которая трудится и трудится. Притом мы видим хозяйку дальновидную, предусмотрительную. Здесь ничего не сказано, чтобы был таким же трудоголиком ее муж. Это как в фильме «Москва слезам не верит». Там тоже есть образ такого мужчины, не очень маленького, такого крупненького, за которого все делает жена, добывает хлеб издалека и одеты ее дети в двойные одежды. Обращу внимание на три вещи. Первое. Здесь она названа «Боящаяся Господа». И то, что у ворот ее слава, а у ворот, то есть на заседании, так сказать, местной мэрии, мы бы сказали бы, или на заседании, там, Совета Федерации. То есть она имеет голос среди Совета Старейшин. Хотя, может быть, с формально правой точки зрения голосует муж, но с оглядкой на нее. Первое. Второе. К ней применяются термины «крепость» и «красота», «крепость» и «красота», о которых говорили с вами в отношении Бога в 110-м псалме. Итак, в 111-м псалме качество Бога примиряет на себя, как одежду муж. А в этой книге притч «Качество Бога несет себе жена». Вот некое отражение богоподобия образа личности. Но есть тот момент, на который приходится обращать внимание. Ну, знаете, батюшки, они такие вредные, не обязательно что-то о грехах скажут. Вот не может он только о чем-нибудь хорошем, обязательно им надо какой-нибудь грех подчеркнуть. Вот. Вот 17-й стих. «А припоясывает чресло силою свою и укрепляет мышцы свои». Вот из многого перечисленного здесь вот укрепляет мышцы свои это то, что делает сейчас каждая вторая молодая женщина. Фитнес, йога, пробежки по утрам. Вот заметила уже такая премудрая дама, что надо добывать себе хлеб и укреплять свои мышцы. Но хочется обратить внимание на весь остальной текст. Ради чего? Ради чего? А может быть, есть смысл заменить этот фитнес каким-то полезным домашним рукоделием? Украсить быт, научить детей своих какой-то моторики. Вот как сейчас не хватает нашим детям умения, работая с каким-либо инструментом. А потому что в семье этим никто не занимается. папа уже не ремонтирует сантехнику, для этого есть таджик в местном ЖЭКе. Мама не занимается вышивкой, для этого есть ИКЕЯ. Все хотят только офисной работой заниматься. Зато потом все страдают от головных болей, проблемы со здоровьем и думают, где бы найти деньги, чтобы пойти куда-нибудь в бассейн. Зачем бассейн? Берешь дома с детьми, собираешь велосипед, если ты папа. Если ты мама, ну научи свою девочку 13 лет хотя бы готовить на кухне. Ну что, 18 лет собирается замуж, это Джульетта, и вообще ничего не умеет. И с ней такой же Ромео. Они знают, как интим работает. Вот тут они осведомлены, прям сами книги могут писать уже с 16 лет. А как домашнее хозяйство складывать? Из каких пазлов создает эта картина? Вообще ничего не знают. Ничего. Вот надо взять за основу эту книгу притч и по каждому пункту проводить сейчас с мамой мастер-класс и с дочерями. Как это вот прясть, как добывать хлеб. А здесь, кстати, между прочим, речь идет и о банковских инвестициях, о капиталовложениях в акции, облигации. То есть, домашнее хозяйство требует большого труда. Но оно сразу отвечает на вопрос, ради чего. Ведь приятно приходить к себе в дом, когда у тебя три комнаты и все обставлены хорошей мебелью. когда ты берешь в руки чашку, а на ней что-нибудь нарисовано такое, ручной работой, дочь подарила тебе на день рождения в 12 лет, а там нарисовал какой-нибудь замечательный цветочек и так, что прям загляденье. Хочется сфотографировать и тут же на обложку какого-нибудь журнала умеет. Вот чего нам нужно добывать, к чему стремиться. Так что нет гендерного различия для боящихся Бога на мужеский пол и женский, но нам нужно трудиться, быть щедрыми, жить просто, трудолюбиво, со страхом Божиим, с благоговением перед Творцом, и тогда у нас будет все хорошо, Господь нас благословит, Господь нас умножит, даст долголетие, счастье, радость, поставит нас на подсвечник, дарует нам здесь, на земле, счастливую жизнь и там в будущем веке. Аминь. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok